Директор В 9-й Б он остановился, приветливо улыбнулся, и через мгновение 18 пар мальчишеских глаз изучающе рассматривали меня. Невероятно! За партами сидели одни мальчишки! Неужели такое бывает? Как же я буду здесь учиться? С девочками можно о многом посекретничать и интересно провести время. А о чем я буду говорить с мальчишками? У них свои интересы. Господи, пошли мне хотя бы одну одноклассницу. Через неделю во время урока дверь с шумом распахнулась, и класс оживился при появлении красивой девчонки с длинными каштановыми локонами. — Анка, ты где была целую неделю? Где хотела, там и была. Какое вам дело? Я обрадовалась. Значит, у меня есть одноклассница. Но почему мне никто о ней не сказал? Тут я заметила холодный взгляд ее карих глаз. — Новенькая! — окинув меня оценивающим взглядом с головы до ног, Анка ехидно ухмыльнулась. — Ах, да! Недавно я покаялась. И теперь выгляжу не так, как все. Может быть, ее оттолкнули моя косичка и длинная юбка? Мне стало ясно, подружиться с ней будет непросто. Однажды Анка забыла дома пенал, и я предложила ей ручку. — Не из лучших. Ну да ладно, сойдет. Купи ручку подороже. И это все ни ручки, ни благодарности. В другой раз на перемене мальчишки спросили меня. — Лиза, почему ты не носишь брюки? — Потому что я не мальчик. — Анка тоже не пацан, а ходит в брюках. Что тут такого? — Для людей, может, и нет разницы. А для Бога есть. Он создал мужчину и женщину и дал им различную одежду. — А в коротких юбках ты бы лучше выглядела. — Может, и так. Но короткие я надевать не хочу. Неприлично. — Смотрите, святая Мария, а тебе не жарко в длинных юбках? — Замоталась, как бабка! — дерзко выкрикнула Анка. — А тебе не жарко? Твои джинсы потеплее, Лизи, на юбке! Заступился кто-то из мальчишек. Раздался громкий смех. Одноклассница гневно посмотрела на меня. Анка всегда была в центре внимания и легко командовала классом. А ее нелепые идеи часто вызывали восторг одноклассников. Так было и в этот раз. — Математика отменяется! Идем есть мороженое! Кто появится на шестом уроке, пожалеет! Предложение было принято громкими восклицаниями. Я почувствовала на себе леденящий взгляд одноклассницы. Она знала, что я не пойду. После пятого урока класс опустел. Что делать? Уйти домой неправильно. Пойти и выдать всех предательство. Что я скажу учителю? Преподаватель открыл дверь класса и замер. Сбежали, значит. Ох уж эти мальчишки! Ладно, Лиза, иди домой. То утро было туманным и свежим. Я спешила по оживленной улице в школу. Из-за поворота вышла Анка со своим младшим братом-шестиклассником. Она сразу заметила меня, и злобно сверкнув глазами, что-то сказала ему. Сердце лихорадочно забилось от предчувствия недоброго. Вспомнился леденящий взгляд Анки. Неужели будет мстить? Больше всего я боялась, что не сдержусь. Трудно терпеть, когда можешь постоять за себя. Еще свежи были в памяти приемы борьбы, которым я обучалась до покаяния. Но нет! Сохрани, Господь! Я отдала свое сердце тебе, и теперь хочу жить свято. «Господи, помоги мне! Помоги бояться тебя больше, чем людей!» Вдруг удар по спине! Я оглянулась. Передо мной стоял Анкин брат со злобной ухмылкой на лице. Размахивая резиновым шлангом, он стал бить меня по ногам. Боль! А потом плевок в лицо! Я услышала в стороне громкий смех Анки. В голове все закружилось. Снести такое унижение было выше моих сил. «Светоша!» Продолжал насмехаться мальчишка. «Ну что ты мне можешь сделать, а?» Я закрыла глаза. Мне хотелось умереть, чтобы ничего не видеть и не слышать. Что я могу сделать? Разве не могу я одним ударом положить его на землю и отстоять свою честь? Ведь все так просто! Ведь это ничего не стоит! Не стоит? На этом вопросе, казалось, остановилось время. В глубине своего сердца я услышала знакомый нежный голос Иисуса. «Лиза, в меня тоже плевали!» «Меня били, меня распяли за тебя!» «Но здесь совершенно другой случай!» Пыталась я оправдать свое желание отомстить. «Такой позор!» «Я ненавижу Анку!» «Ведь именно она настроила своего меньшего брата, чтобы унизить меня!» «Я возлюбил тебя, Лиза!» «Я люблю и ее!» «Нет, я не могу, не могу терпеть такие издевательства!» Комок в горле душил меня. Только не плакать! В секунды тянулись вечность. Мальчишка развернулся и, ударяя шлангом по земле, стал удаляться. Довольная Анка последовала за своим братом. Одноразовым платком я стерла плевок и медленно направилась в школу. Окружающие смотрели на меня с сочувствием, но никто не вступился. Я дрожала всем телом, перед глазами все расплывалось от слез. В классе все уже знали о случившемся. В воздухе висело напряжение. Даже Анка была тише обычного. Я не могла прийти в себя и ужасно мучилась. Господи, почему так? Что я ей сделала? Ведь я так старалась подружиться с ней! Ненавижу ее! Боль, но боль не от ударов, а от унижения жгла сердце. Горечь, обида, а так хочется жить свято. Вечером, закрывшись в комнате, я долго обдумывала происшедшее. Хотелось отомстить, пожаловаться директору. Но что это даст? Будет только хуже. Наконец, я взяла Библию. Я читала ее по порядку, по одной главе утром и вечером. Но когда мне было особенно трудно, я прочитывала подчеркнутые мной места Писания. Так, листая страницы и читая выделенные места, я дошла до пятой главы Евангелия от Матфея и прочитала стих 44. А если не будете прощать людям согрешения их, то и отец ваш не простит вам согрешений ваших. Но как тяжело исполнить эти слова. Мне казалось, что это просто невозможно. И все-таки, почему я не могу простить? Почему хочу мстить, ведь я люблю Бога? Почему не могу смириться, как Он? Может, это мое я? Моя гордость? Долго я еще боролась со своим «я». Потом опустилась на колени. Господь, сама не могу. Помоги ты мне простить Анку и не отвечать злом за зло. Помоги ее полюбить. Молилась я со слезами. Через несколько дней я увидела Анку в супермаркете. В одной руке она держала большую коробку дорогих конфет Рафаэлла. В другой – пачку карамели. Она долго думала и, выбрав дешевые карамельки, направилась к кассе. Мне стало искренне жаль Анку. Было видно, что ей так хотелось Рафаэлла. У меня появилось желание сделать для одноклассницы что-то доброе. И я удивилась, как и куда пропала ненависть, которая еще недавно так мучила меня. Господи, прости, что я думала только о себе, жалела себя, обижалась и не задумывалась об Анке. В какой семье она растет и почему она такая грубая? И о тебе она еще ничего не знает. Через пару минут мы почти одновременно вышли из магазина. «Анка!» От волнения у меня дрожали колени, и сердце вырывалось из груди. «Чего тебе?» «Анка, возьми, пожалуйста!» Я протянула ей коробку Рафаэлла. «Ты что? Деньги некуда девать!» «Ну, может, я чем-то обидела тебя и не заметила. Прости, это для тебя». Анка нерешительно взяла конфеты и растерянно произнесла. «Спасибо!» «Первое спасибо, которое я услышала от нее!» Мне тяжело было смириться. Казалось, что я унижаюсь перед Анкой. Но радость, наполнившую меня после, нельзя было сравнить ни с чем. Теперь я не жалела, что потратила с трудом накопленные деньги. Следующий день принес мне еще одну радость. «Я буду сидеть с тобой», — сказала Анка, не обращая внимания на забудевший класс. «Неужели такое может быть?» Украдкой наблюдала я за одноклассницей. Она сидела рядом и писала задания. Невидимая стена, которая разделяла нас, казалось, рухнула. Не было больше колкостей и насмешек, которых я так боялась. С того дня мы вместе проводили время на переменах. О себе Анка ничего не рассказывала и моей жизнью тоже не интересовалась. Все наши разговоры были о школе. Наступили и быстро пролетели летние каникулы. Поездки, приключения, рыбалка, море, горы. Обо всем можно было слышать в общем шуме собравшегося класса. Появление Анки вызвало особое удивление. «Ого! Ну и ну!» «Анка, это что, новый бренд?» Зная одноклассницу, казалось, уже нечему удивляться. Но то, что я увидела, было ошеломляюще. Вместо красивых каштановых локонов во все стороны торчали короткие черные пеньки. Над ушами появились выбритые полоски, а в носу и губах сверкали маленькие серьги. Непривычным был и ее наряд. Разорванные джинсы и расписанная белой краской черная спортивка. За спиной обвешанный металлическими побрякушками рюкзак. «Анка, а тебе идет! Косу в руки и в фильме ужасов сниматься можно!» «На себя посмотри!» Буркнула Анка-однокласснику, садясь на свое место. Еще не успела я привыкнуть к новой Анке, как последовал следующий сюрприз. Большая серая крыса медленно выползла из-за пазухи спортивки и села у Анки на плечо, внюхиваясь в воздух класса. Я мышей боюсь, а здесь крыса! Мне стало плохо. Только бы не упасть! Как я буду сидеть рядом с крысой целый день? Ужасно! Я надеялась, что Анку выгонят с уроков. Но учителю крыса понравилась. И это мерзкое существо бегало по партам, стульям и по всему классу до окончания уроков. Благо, только один день. Что произошло? Почему Анка так выглядит? Хотя мы проводили вместе перемены, я по-прежнему ничего не знала о ней. Несколько раз я пыталась заговорить о Боге, но разговора не получилось. Как же рассказать? Ей и всем мальчишкам о Христе, о Библии. Каждый вечер я молилась о них Богу, и Господь услышал. В классе готовилась серия рефератов по теме «Любимая книга». Каждый день кто-то готовил выступление. Когда подошла очередь Анки, она представила какой-то роман и потом призналась мне. Я и не думала его читать. Мамка рассказала. Настала моя очередь. Долго готовилась я к этому выступлению с рефератом. Бог подарил мне возможность сказать о нем всем сразу. Было страшно. Как отреагирует учитель? Поймут ли одноклассники, что именно я хочу сказать? А если они будут смеяться? Вспомнила, как дрожала от страха, когда дарила конфеты Анке. Тогда я боялась ее насмешек. А Анка, наоборот, перестала издеваться надо мной. Внутренне помолившись, я подняла книгу вверх. Класс замер в ожидании. Как трудно начать. Господь, помоги мне. Моя любимая книга. Библия. Сама удивилась, с какой смелостью я сказала эти слова. Потом говорить было намного легче. Это самая удивительная книга на Земле. Единственная книга, которая описывает начало и конец Земли. Именно эта книга открывает нам смысл и цель жизни. Бог сотворил человека и поселил его на прекрасной Земле. Но человек согрешил и потерял общение с Богом. У каждого человека есть вечная душа. Это значит, что после смерти человек не перестает существовать. Тело умирает, но душа нет. После смерти для души определено два места. Ад или рай. Любящий Бог пришел в лице Иисуса Христа, чтобы взять грех мира на себя и распять его на кресте. Мой и ваш грех пригвожден к тому кресту. И каждый из нас может иметь свободу от греха. Золотой стих Библии, Евангелие от Иоанна 3,16, коротко говорит о самом важном. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог подарил мне прощение грехов, мир в сердце и смысл жизни. Библия — слово самого Бога. Она полностью изменила мою жизнь. Желаю, чтобы вы все прочитали ее. Меня удивляло внимание одноклассников. Никто не нарушал тишину даже после того, как я села на свое место. Может быть, я что-то не так сделала? — Хорошо, — сказал преподаватель после долгой паузы. — Вот это да! Большие глаза Анки расширились от удивления. — Ты правда так веришь? Слушай, а это Бог сказал тебе подарить мне конфеты? — Знаешь, Анка, мне хотелось отомстить тебе. Но в Библии написано, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Благотворить — значит делать добро. — А что ты там про грех говорила? Произошло то, чего я так долго ждала. Анку нельзя было остановить. Казалось, что жажду по Богу она давно носила в себе. И вот сейчас желание знать о нем вырывалось наружу, как вулкан. Порой я не успевала ответить на один вопрос, как она задавала следующий. Но временами она становилась опять закрытой и старалась не касаться темы о Боге. Какая Анка странная и непредвиденная. Никогда не знаешь, о чем она думает. Однажды на перемене я увидела страшную картину. Анка сидела у окна и иголкой от циркуля выкалывала на внутренней стороне руки крест. На месте проколов в форме креста выступила алая кровь. «Я пришла в ужас! Что делать? Господи, помоги!» «Ты что делаешь? Анка, перестань!» Взволнованно крикнула я. «Мне так легче! Что-то случилось? Тебе плохо?» Тут я увидела ее мокрые от слез глаза. Она умеет плакать. Такой она еще никогда не была. «Ты такая счастливая, Лиза! А я не хочу жить!» «Почему? А зачем? Кому я нужна? Мне так легче, когда я вижу кровь!» «Твоя кровь тебе не поможет, а кровь Христа спасет!» «А жертвы Богу вы приносите?» «Нет! Христос стал жертвой за всех и уже пролил свою кровь!» «Поэтому больше не нужно приносить жертвы!» «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха!» «А у моих друзей в саду стоит жертвенник!» Задумчиво произнесла Анка. «Недавно в жертву курицу принесли!» «Перед этим они читали книгу, но не о Боге!» «Вернее, плохое о Боге!» «Они не такие, как ты!» «Говорят, что нужно делать много зла, и будет больше добра!» «Тебе бы сильно понравилось, если бы я вместо конфет подарила тебе пару приемов каратэ!» «Разве прибавилось бы добра от моего поступка?» Анка задумчиво смотрела в окно и молчала. «В этой тишине я вспоминала свою жизнь без Христа. Нет достойной цели, нет вечной радости, нет правды. Кругом обман, лицемерие и зло. Тогда я тоже не хотела жить. Переживания Анки были мне до боли знакомы. «О, Господи, откройся ей! Спаси ее! Дай мне мудрости, что и когда говорить!» «Анка, скажи честно, твои друзья сатанисты?» Этого вопроса она не ожидала и удивленно спросила. «Как ты догадалась?» «Просто знаю немного о них. Теперь мне понятно, почему ты стала так одеваться. Анка, ты не будешь счастливой, если даже исполнишь все ритуалы сатанизма. Ты не сможешь злом победить зло. Это невозможно! Веришь ты или нет, Бог все равно существует, и ты не исчезнешь после смерти. Каждый твой грех добавляет муки твоей душе. И если Иисус Христос не избавит тебя от греха, эти муки станут вечными. Пожалуйста, оставь своих друзей. Читай Библию. Тебе легко, ты белая. Ты о чем? О том, что ты святая. Теперь только я поняла, почему некоторые ученики, смотря на нас, говорили, черные с белой пошли. Анка, я мучилась подобно тебе. Грехи мучили меня, и я не хотела жить, пока не услышала об Иисусе Христе. Когда я поверила Ему и попросила у Него прощения и свободы от греха, Он изменил мою жизнь. Нет больше мрака и ужаса, которые я испытывала ночами. Радость, чистота, свобода. Настоящую свободу может дать только Бог. И теперь ни за что на свете не хочу жить так, как жила раньше. Отрывной календарь худел с каждым днем, приближая новый отрезок жизни. Десятый Б собрался в последний раз. Все успешно сдали экзамены, и каждый делился своими планами на будущее. Многие уезжали учиться в разные уголки страны. Меня также ждала дальняя дорога. Я понимала, что больше никогда не вернусь сюда. На прощание Анка сказала, «Лиза, я решила, не пойду больше к сатанистам. Буду читать Библию. Анка, я буду и дальше молиться о тебе». Ищи Бога, помни, без Христа нет счастья.